Здравствуйте! С вами Практика ТВ. Я Наталья Тиканова. Сегодня мы будем готовить оладьи на завтрак. Оладьи я обычно делаю на ряженке. Они получаются вкуснее. Это ингредиенты. Два яйца, сахар, соль, мука, сода. Оладьи будут готовы хорошо. Так, разбиваем два яйца. Добавляем вилочкой. Добавляем сахар. Можно ложки 3. Далее добавляю соли. Ну, так примерно. Ряженки. Немного добавляю воды. Соду гащу уксусом. Добавляем вилочкой. И добавляем вилочкой. Собственно, зарегистрировано. И добавляем муку, чтобы была консистенция такой сметаны. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Муку добавляю на глаз, потому что очень трудно угадать, сколько надо добавить муки. Тесто получается всегда по-разному. Продолжаем приготовление ряженки. Хочу уточнить, что оладьев ряженки было ровно 400 грамм. Жарим до румяной корочки. Первый блин надо обязательно пошевелить. Ну, смотрим, когда верх так слегка подзатянется, чтобы не текло тесто при переворачивании. Ну, смотрим по серединке готовность. Оладьи требуют большого количества масла. Каждый раз надо подливать. Ну, у кого электрическая плита, готовлю на пятерки. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 И так вот наливаем последняя порция. Добавляем. Оладьи на мяши. Оладьи на мяши. Оладьи на мяши. Посыпаем. Собто зажаем. Добавляем. 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 Итак, наши оладьи готовы. Приятного аппетита. Еще я хочу рассказать об инструментах, которыми я пользуюсь на кухне. У меня вот есть такой замечательный нож. Он называется нож повара. Он довольно-таки тяжелый. И я хочу показать пример, как я режу обычным ножом. Вот таким, каким режут все. И как я режу ножом повара. Я беру обычную, делаю как режу. Вот так. А сейчас я хочу показать, как это же делается ножом повара. Форма которого помогает делать эту процедуру более быстрой. и симпатичнее. Нож повара он короче, он тяжелее. И поэтому нарезка получается вот такая. Я не профессионал. Вот так. Далее я хочу рассказать о замечательных ножах. Раньше я чистила овощи вот таким образом. Извините. Я брала вот так, отрезала. Вот такая чистка у меня была. Вот плавающий нож. Он, во-первых, очень плохо захватывает. Если морковка или любой овощ слегка подвявший, им не почистить. А есть ножи вот такие новые, современные. Но это плавающий нож. А обычный нож это еще хуже режет. А этот нож вот он зацепляет сразу глубоко. Срезает чисто. Морковку даже можно не мыть после этого ножа. Это вот для моркови. А вот яблоки я чищу. Я купила австрийский нож. Он точно такой же, вот с зубчиками. Но он более тонко чистит и более легко. Вот видите как. Вот такие замечательные на чистилке выпускаются. И они сейчас есть в продаже. Далее я хочу рассказать про скалки. Раньше я пользовалась обычной скалкой такой, двуручной. Но потом пришла к выводу, что очень многие выпечки я формирую прямо на противне. И эта скалка не позволяет, бортики противня не позволяют добраться до всех углов. Поэтому я купила вот такую скалку. Вот. Я всю часть делаю, всю середину. И где только достает, делаю вот этой скалкой. А бортики, углы я оформляю вот этой коротенькой скалочкой. И у меня получается равномерный пласт одинаковой толщины. Далее мы были в Финляндии. И мне родственница посоветовала купить вот такую сковороду. Она называется Окс-сковорода. К сожалению, она без крышки. Я подбирала отдельно крышку. У нас в продаже в Окее есть. Они меньшего размера. Какое преимущество у Окс-сковороды? Во-первых, она тяжелая. Значит, идет равномерный нагрев всей поверхности. У него высокие бортики, не забрызгивается плита. И под крышкой очень хорошо тушится. И жарится замечательно. Можно жарить и котлеты, и овощи. Что угодно. То есть, если много, то можно прямо на края раскладывать котлетки. А потом их перемещать. Вот такая замечательная Окс-сковорода. Цена у нее большая, но того стоит.